давайте начнем я начну виктор иванович будет поправлять может 15 глава влияние времени оборота на величину авансируемого капитала ну хорошая тема нужно авансировать в зависимости от времени оборота и вот макс тут начинает очень все подробно но очень подробно все раскладывать все раскладывать изначально авансированный капитал раскладывается на две части капитал 1 капитал 2 1 капитал находится в рабочем периоде 5 недель 6 недель сумме общим 900 по моему тут у него да он описывает до 900 1 сумме 600 пунктов стерлинга второй капитал вступает в рабочий период по истечении 6 недель 1 уходит в обращение вступает 2 300 который оставшийся и 1 возвращается очень долго тут у нас это надо читать этому пересказывать смысла нет никакого тут в принципе все понятно только долго вот вы сути изложите сергей лекции давайте мы вернемся к названию главы влияние времени оборота на величину авансированного капитала давайте вспомним и сами и для слушателей что такое время оборота время оборота у нас она складывается из двух величин из времени производства времени обращения время обращения то есть проще говоря капитал брошенный капиталистом в дело он в двух формах находится производителем производительное производстве и в обращении то есть производительный капитал и товарный капитал то есть часть капитала производства этого первых непрерывно продолжающийся процесс это раз во-вторых оно дополняется обращением. То есть то, что произведено в процессе производства товара, должен быть реализован. И это отнимает какое-то время. То есть авансированный капитал, он не только в производстве находится, но и в обращении. Поэтому, чтобы процесс был безостановочный, капиталист должен учитывать эти моменты. То есть часть капитала у него всегда должна находиться в производстве, а часть в виде товара, в обращении. А после обращения капиталист что получается? Определенную денежную сумму, которая опять обратно кидает в процесс производства. Вот это первое. Второе. Что пишет в начале этой главы Маркс? Он берет самую простую ситуацию. Есть такой метод в науке, называется абстрагирование. Ведь жизнь очень сложна, много всяких моментов. Если мы начнем эти моменты учитывать, мы запутаемся. Поэтому нужно от некоторых, мешающих нам выявить суть вещей, или суть процессов, законы, мы должны абстрагироваться от них. Пока временно как бы избавиться, убрать их из нашего рассмотрения. Поэтому Маркс ставит очень вроде как простую задачу. Первое. Он абстрагируется от основного капитала. Рассматривает только оборотный капитал. Почему? Там он пишет потом. Потому что задача какая у него стоит? Вот рассмотреть вот это движение капитала, оборотного капитала. Основной капитал, вот будучи один раз пущен процесс производства, он ведь не заканчивает свою жизнь и свою деятельность, когда совершен один оборот капитала. Он же много лет, станки же много лет служат, много оборотов происходит. И вот скажем, капитал совершил один оборот, что нужно капиталисту? Что такое оборот капитала? Когда закончен цикл производства, выпущены товары, и они пошли на реализацию. Ведь капиталисту нужно полностью на 100% возместить оборотный капитал. То есть полуфабрикаты, сырье, топливо, зарплату надо полностью возместить. А станки? Они ведь как стояли на заводе, так и продолжают стоять и функционировать. Их их возмещать не надо. Поэтому речь идет в этой главе только об обороте оборотного капитала. Оборотный капитал – это вот тот капитал, который полностью потребляется в процессе одного оборота, его надо к новому циклу полностью закупить. Ну и, естественно, переменный капитал, рабочая сила, тоже относится к оборотному капиталу. Вот второй момент. А дальше вот из этих всех формул Маркса, примеров, расчетов надо выводить идею. Она достаточно проста. Давайте еще раз вернемся к времени оборота капитала. Оно состоит из двух частей. То есть первое – время производства, а второе – время обращения. То есть время производства, когда совсем по-простому, вот завод, цех, рабочие стоят за станками и производят продукты, товары. А время обращения, когда готовые товары, они могут лежать на складе, но бегают снабженцы, звонят по телефонам, шлют телеграммы и пытаются их реализовать, чтобы получить деньги. И вот Маркс там берет пример, мы можем тоже его взять за основу, скажем, время производства или рабочий период составляет девять недель. А время обращения три недели. Хотя дело здесь не в цифрах, а самой идее, самой логике этого процесса. Скажем, если время производства товаров девять недель, а время обращения три недели, то что по истечении двенадцати недель будет у капиталиста? Девяти? Нет, по истечении девяти недель он ничего не получит, будет произведен готовый продукт, его надо еще реализовать. А после того, как он реализовал этот готовый продукт, он получит необходимую сумму оборотного капитала, который может пустить в дело. И вот там дальше Марс рассматривает три варианта. А какие у нас три варианта соотношения времени производства и времени обращения? Вариант первый, когда время производства равно времени обращения. Но он крайне редкий в жизни. Второй вариант, когда время производства больше времени обращения. А третий вариант, соответственно, когда время обращения больше времени производства. Вот я согласен с Сергеем Алексеевичем, я думаю, здесь самостоятельно надо почитать, мы должны логически порассуждать и сделать выводы. какие-то марки. Немножко в голове поудержать, только не этот, рабочий период он тут это все называет и период обращения. Ну правильно, а что такое рабочий период, чем он отличается от времени производства? Время производства состоит из рабочего периода и того периода, когда процесс производства идет, но без участия рабочих. Марс просто упрощает задачу, чтобы не усложняет. опять же речь идет о непрерывности производства, чтобы оно могло функционировать прерывно. Из этого вытекает следующее тут у него, если время производства вдруг по каким-то причинам удлиняется от обычного, возникает недостаток капитала, который на сумму которого нужно его добавить. Либо когда время производства сокращается от обычного времени, высвобождается капитал денежный. И различные тут варианты. Различные варианты. кратные, не кратные. И у нас тут какие появляются новые понятия. А, ну тут вот что я поотмечал себе. Нет, нет. Денежный капитал, который пришел из обращения, да, и не вступил еще в сферу производства, высвободивавшись таким образом, вследствие одного только механизма движения оборотов, который должен играть значительную роль, поскольку развивается система кредитовая и одновременно должен составить одну из ее основ. Это вот он тут марш подводит плавненько к развитию кредитной системы. Там в третьем томе, по-моему, я читал уже, что вот этот капитал высвободивший и не задействованный в производстве. Капиталист стремится поместить на депозит, чтобы он приносил какой-никакой капитал. Если нет возможности расширять производство, различные тут варианты. У меня предложение такое, давайте мы еще раз задачу упростим. Пока без вот этих вариантов, которые Маркс рассматривал. У нас следующим образом выглядит. Вот капиталист, поставьте себя на место капиталиста. и любой капиталист понимает, что кроме времени производства есть время обращения. То есть мало произвести товар, сбору товаров, их нужно реализовать. Вот на заводе произведены товары, а дальше то что? Ведь чтобы процесс производства возобновился, а вы правильно сказали, он непрерывно идет, капиталист должен на руках иметь денежные средства, чтобы полностью возместить потребленный процессе производства оборотный капитал. А когда они у него появятся? Когда пройдет время обращения, товар будет реализован, и капиталист вернутся деньги. Вот это авансированный капитал. И здесь всего два варианта получается. Логически рассуждаем. Как поступать капиталисту? Вариант А какой? Как бы вы поступили? Чтобы не остановилось производство. есть у вас вот в нашем примере, в том примере, который приводит Маркс. Три недели нужно на то, чтобы реализовать товар. Что? Завод будет три недели стоять? Нужно ввести дополнительный капитал. Совершенно верно. Это второй вариант. Второй вариант. Капиталист должен иметь добавочный капитал. А первый вариант? Первый вариант он должен настолько производства. Либо сократить, да. Сократить, чтобы получился некоторый избыток первоначально авансированного капитала, который можно будет использовать на тот период, пока идет реализация товара. Вот всего два варианта. Они простые, логически выходят из действия капитализма. Получается. А дальше уже Марш усложняет эту задачу, ставить три условия, о которых вы говорили. Там можно эти выводы либо дочитать, либо пообсуждать. Либо пойти дальше. То есть главное ручок. В принципе вывод такой наверное можно процитировать. Главное в этом тексте Маркса доказательство того, что с одной стороны значительная часть промышленного капитала постоянно должна быть налицо в денежной форме. С другой стороны еще более значительная часть его должна принимать все время денежную форму. Ну то есть это все оно описывает тут. Мои дополнительные замечания служат самое большее лишь подкреплением доказательства. Непрерывность. А для непрерывности постоянно часть капитала должна у него находиться либо в денежной форме. Да, совершенно верно. Он стремится сделать непрерывность рабочих периодов. Да, да, это основное условие. И по мере развития капиталистического производства эта составляющая денежная все время увеличивается. И делает капиталистическое производство все более стихийным, непланируемым. Отчего эти все кризисы перепроизводства и происходят. Не, ну план есть, план-то есть, все время делать накопления. Некоторое планирование есть. Нет. У них только одно планирование, чтобы капитал возрастал. Ну, я же о чем и говорю. А товарный объем они очень плохо планируют практически. Их эти обстоятельства заставляют товарный объем не делать таким стихийным, потому что дело непрерывно эти рабочие периоды экономия на этом. Так, это мы обсуждали влияние времени, сокращение, увеличение производства относительно обращения. А теперь тут влияние не времени, а изменение цен на авансированный, размер авансированного капитала сырых, вспомогательных и рабочие силы. Но здесь тоже можно даже не по тексту, а логически порассуждать. Как влияет изменение цен на оборот капитала, на его величину. Ну, давайте порассуждаем. Предположим, цены на продукцию, на товары, которые выпустил завод капиталист и капиталист, упали. Что происходит с его потребностями в авансированном капитале оборотов? Цены упали? Да, ну, предположим, первый вариант, цены упали, бывает же такое, как общая тенденция. На его продукцию? Да, цены упали на эту продукцию, в том числе на его. Значит, ну, логический следующий шаг какой? Он получит меньше, ему вернется меньше денег, чем он авансировал производство. Извлекая это меньше стоимостью. То есть, ему вернется меньше денег, чем он авансировал. А пока, Маркс, я обращаю внимание, что он опускает вопрос прибавочной стоимости, это будет отдельная глава. Оборот обращения прибавочной стоимости. То есть, он авансировал одну сумму капитала, а цены упали на те товары, которые производятся капиталистом на его заводах. Значит, он получит меньшую сумму. А раз он меньшую сумму получит, он может возобновить производство в том же масштабе? Нет? Меньшим. То есть, либо он должен меньше производить, либо привлечь добавочный капитал. вот первый вывод. Второй вариант. Цены выросли на те товары, которые производятся капиталистом на его заводах. Соответственно, он получит сумму денег большую, чем первоначально авансированный капитал. То есть, он получит избыточный капитал, добавочный, который может куда-то дальше отправить. Так? Высвобождение денежного. высвобождение у него денежного капитала. Вот второй вариант. И, в общем-то, это два основных варианта и два вывода таких простых. Примеров тут полно. Ну, можем, можете примеры привести, конечно. И расчеты. Марса здесь достаточно большие сделаны вычисления. они очень длинные тут эти примеры. Я не знаю, есть смысл зачитывать целую страницу? Он же что-то очень подробно до мелочей. тут понятно все. Очень тут нет философии. Конечно, зачитывать нет смысла, надо какие-то выводы своими словами высказывать, либо проблемы ставить. тут опять-таки временное, невременное повышение, все тут тупо прочитать и все понятно. Нет, тупо не надо. Просто прочитать. Ну, да, просто прочитать так, а где у меня, это я вчера читал, уже позабывал. А где у нас тут появляется? А, вот она, норма прибавочной стоимости, два новых таких, пара новых понятий. Ну, я бы предложил следующую главу оборот переменного капитала отдельно на следующем занятии. Я погорячился, когда на прошлом занятии предложил все три главы обсудить. Немножко погорячился, поэтому предлагаю, вот мы сейчас пятнадцатую обсудили, еще что-то пообсуждать, а оборот переменного капитала надо бы заново, да, там появляется годовая норма прибавочной стоимости, действительная норма. Это уже шестнадцатая глава, да? Да, шестнадцатая глава. Я предлагаю отдельную почитать, она объемная. Ну, давайте на следующий, так, на следующий. А тут что-то пытаться, Виктор Иванович, я не знаю. Костюмы мы, я думаю, мы основные логические рассуждения Марса проследили, выводы сделали. выводили. Продолжение следует...